Для начала хотел бы познакомиться с аудиторией. Есть ли среди вас психологи? Если есть, хлопните, пожалуйста, в ладоши. Есть психологи? Окей. Есть ли коллеги-психиатры? Знаю, что есть. Хлопните, пожалуйста, в ладоши. Вадим Давыдович, вы не хлопали. Я не знал, я психолог, но я не лечу. Вот, и у меня та же самая проблема. В силу того, что я не только вот этот человек, я еще и вот этот. Ну и последний вопрос, наверное, ко всем. Хлопните, пожалуйста, в ладоши, у кого еще есть силы вытерпеть и мое выступление. Спасибо. Ну я так ненавязчиво напросился на аплодисменты. На самом деле я очень волнуюсь, потому что вот эта тема, и вот этот знак вопроса, он такой большой, неспроста. Потому что эта тема самая сложная для любого, наверное, молодого психиатра, к которому я отношусь. И эта тема крайне сложна, и готовился я к ней очень давно, в нашего практически полгода, чтобы к ней приступиться. Постараюсь сегодня вам о ней рассказать. Так, сейчас посмотрим, как это работает. И вот в чем еще проблема, которая у меня возникала? То есть вот если бы я был только психиатром, то, наверное, у меня бы было меньше проблем и сомнений в диагностике. То, что Владимир Давыдович назвал психиатром и консерваторами. Но с другой стороны, в силу того, что я имею психологическое образование, пусть и небольшое, каждый раз, каждый случай, который со мной происходит в моей практике, он вызывает у меня много вопросов. И я сегодня не буду отвечать на вопрос, где норма патологии. Я постараюсь вам показать так, чтобы вам это становилось местами более ясно, и стали четко и понятно, а местами это вызывало у вас такие же сомнения, как и у меня. Вот такой вот я хитрец. Идем дальше. Когда я готовился к лекциям, я опросил не психиатров и не психологов, своих знакомых, попросил назвать пять слов, которые у них ассоциируются с психиатрией. И вот, как вы видите, практически все слова носят такой негативный оттенок. Единственное слово, наверное, которое можно расценивать как позитивное, это вот это вот слово «свобода». Все остальные говорят о том, что не только среди психиатров есть определенная позиция, отчасти консервативная, но и у общества есть некая отчуждающая позиция по отношению к больным. И вот в целом, наверное, вот этот культуральный образ, который формируется, именно вот он является апогеем восприятия больных с точки зрения нашего общества, и отчасти это обуславливает то давление, которое возникает на психиатрию в нашем обществе. И можно следующее видео. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Что это? Это проявление психической нормы или это патология, да? То есть не все пациенты с психическими расстройствами, то, что называется дураки, не все дураки являются пациентами, извините за такую позицию. Но перейдем дальше, но сначала котики. Можно вот котиков? А пока там запускают котиков, мне хотелось бы, да, вот там сверните и найдите котиков. Пожалуйста, кто хочет выступить добровольцем? Мне нужен эксперимент. Я! Кто громче всех крикнул? Вы, да? Отлично. Значит, ваша задача будет достаточно простая. Вам нужно будет выбирать… Идти так далеко, в общем-то, не надо, спасибо. Но просто вам будет не видно, если вы будете стоять таким образом. Вот вам и всем остальным надо, чтобы было видно, что происходит на экране. Ваша задача достаточно простая. Вам нужно сделать выбор между двумя котиками. Вот один котик, а второй, поясняю. И просто скажите, какого из них оставите, которого мы удалим? Розовенького оставлю. Это вот это, да? Его оставите? Это удалили. Все, удалили, идем дальше. То же самое. Конечно же, верхнего оставлю. Отлично, спасибо за пояснение. Идем дальше. Розовенького оставлю. Оставите. Идем дальше. Верхнего оставлю. Отлично. И? Ну, я думаю, как и большинство, да, все, конечно же, за верхнего. И я же в том числе. Оставите. И? Все, отлично, спасибо. Так, наверное, теперь мне нужен диагноз, да, вам поставить? Или нет? Я попрошу вас, ну ладно, подсказку вы уже видели, но все-таки, да? То есть хлопнуть в ладоши тех людей, которые считают, что не все мысли, которые у них есть, это чисто их мысли. Что некоторые мысли, это мысли других людей, и что в некоторой степени они вложены в голову. Есть ли такие люди? Отлично. Ну вот теперь прочитаем правильный ответ. Да, вот сейчас можно. Ага, спасибо. Симптом вкладывания мыслей. Субъективное ощущение пациента, будто ему со стороны вкладывают чужие мысли или мысли других людей. Это один из симптомов шизофрении. Следующий вопрос, тоже, наверное, с этим встречались, клопните в ладоши те, кто когда-то возвращался домой, чтобы закрыть, проверить очередной раз дверь, утюг и так далее. Замечательно. Компульсивный синдром, представляющий собой периодически возникающее навязчивое поведение, действие, которое, как человек чувствует, он выжатен выполнять. Ну и последний вопрос, наверняка таких людей здесь нет, но может быть у вас есть знакомые, которые, скажем так, иногда любят засовывать в фалангу одного из пальцев и доставать засохшую слизь оттуда. Есть ли знакомые среди вас? Ну, можно, значит, вот такое вот сложное название, тем не менее оно имеет свою рубрику, пока что существующую МКБ-10. Так что это вполне официальный диагноз, не знаю, дадут ли больничный по этому поводу. Движемся дальше. Вопрос к аудитории. Пожалуйста, ваше предположение. Какой синдром здесь описан? Это некое психическое состояние, да, какой здесь синдром описан? Полная либо частичная утрата чувства реальности, создание более или менее устойчивой системы иллюзий, проецируемых на объект переживания, возврат к ранним инфантильным формам поведения, эмоционально неустойчивость и склонность к эффективным реакциям, эффективные эмоциональные вспышки, эмоциональное реагирование, нарушение сна, высокая тревожность, невозможность забыть травмирующие переживания, связанные с объектом, частичная утеря самоидентичности, повышенная внушаемость и нарциссическая замкнутость часто приводит к социальной дезоадаптации. Есть предположения? Вы правы. Не те, кто сказал депрессия, да? То есть это описание влюбленности, хотя в такой трактовке оно вполне подпадает под психиатрический диагноз. Движемся дальше. Посмотрим, что у нас здесь, я не очень помню свое. Да, здесь я попрошу вас оценить позиции ваши, как вам кажется, это речь больного пациента, ну скажем так, шизофрении с явлениями шизофреническими, или это нормальная речь, и я всегда так говорю. Хлопнете в ладоши те, кто считает, что это болезнь. Хлопнете в ладоши те, кто считает, что это не болезнь. Отлично, правильный ответ. Можно щелкнуть? Да, это Маяковский стих не про дрянь, а про дрянцо. Дрянцов, лечите рифм концом, да? Направление футуризма, о чем говорил Вадим Давыдович, очень часто искусство пересекается с психиатрией. Движемся дальше. Ага, и здесь тоже та же самая задача. Хлопнете, пожалуйста, в ладоши те, кто уже успел прочитать, кто быстро читает, ходит, как мой братик на курсы скорочтения, и считает, что это проявление здоровья. Есть такие люди? Нет. Кто считает, что это проявление болезни? Отлично. Движемся. Ответ. Значит, запись пациента с шизофазией, достаточно распространенная, в учебниках она присутствует. Ну и последний вопрос. Вот здесь вот самое сложное. Там было достаточно очевидно, сначала здоровый, потом больной, а теперь вот что? Ну вот вы опять поторопились, да? То есть Егор Летов, человека убили автобусом, ощущение, это тоже как проявление искусства и особостей их сложения. Чем же они отличаются, да? Чем же отличаются описанные речи? Наверное, во многом той продуктивностью, которая в итоге вкладывается в те слова, в то высказывание, которое формируется. То есть если поэты это делают намеренно ради того, чтобы привнести некую идею, и это является своего рода полотном словесным, то для пациентов это происходит в силу тех нарушений, которые у них происходят. И всегда возникает некая чаша весов, особенно у таких людей, как я и Владимир Давыдович, в большей степени, у людей, которые имеют и психиатрическое, и психологическое образование. Где же болезни здоровья? Попробую привести некие критерии, которые с позиции моей практикующей, наверное, во многом не помогают. Первое – это логичность стройности, насколько те вещи, которые нам говорит пациент или клиент, насколько они стройны и логичны в своем внутреннем содержании. Насколько они функциональны, насколько они помогают человеку в достижении тех целей, которые он ставит. Насколько имеется критичность к тем переживаниям, которые у них есть. Вот на видео с белками у пациента не было критики к тем переживаниям, которые с ним происходили. Социальность. Насколько это не мешает ведению его социальной общественной жизни. Адекватность. Вот это слово мне очень нравится, потому что я очень часто консультирую, например, в РКБ, и там врачи пишут, он ведет себя неадекватно. Для меня, как для психиатра, честно говоря, слово «неадекватно» ничего не означает. Неадекватно по отношению к чему? Что вы считаете неадекватным поведением? Если вас столкнули, и вы в ответ эмоционально отреагировали, что это? Это проявление неадекватности или это адекватная реакция? Если случилась какая-то трагичная ситуация, грусть и печаль, это адекватно или это уже депрессия? И соотносимость с реальностью, насколько то, о чем говорит пациент, насколько это объективизировано, и мы можем это проверить. Идем дальше. И посмотрим несколько примеров, где нормы и патологии очень близки и соприкасаются. Например, иррациональность и бредовые идеи. Но с иррациональностью, я думаю, более-менее понятно. А вот бредовые идеи – это ложное, ошибочное суждение, умозаключение, возникающее на болезненной основе, и недоступные критики, коррекции, и главное, несовыственно данной социальной среде. Сейчас я попробую пояснить следующим примером, что имеется в виду в последнем пункте. Как узнать, что на вас на виде напорчи? То есть я забил в интернете и решил посмотреть, что это означает. Вам нужно будет приколоть булавку на изнаночную часть одежды, она должна быть незаметна для окружающих, как можно ближе к сердцу, это важно. Головка булавки должна быть направлена на перпетинкулярные поверхности земли, никогда не вдоль. Когда вы станете прикалывать этот предмет, произнесите некий заговор, там даже есть примеры заговоров, и когда вы вернетесь домой, посмотрите на булавку, ну и, собственно говоря, если вы обнаружили, что вы ее потеряли, вероятно, на вас на деда порчат. Что это? Это проявление бреда или это проявление определенной культуры? На самом деле это проявление культуры нашего общества, которое принимает подобные идеи, не рациональные, абсолютно бездоказательные, во многом нелогичные, но тем не менее они есть, и люди, которые, разделяющие точки зрения, не могут считаться психически больными. Движемся дальше. Ну вот пример пациента. Значит, мужчина 55 лет, в подростном периоде после инфаркта миокарда. Проходил я мимо этих с компьютерами, они там на кнопки всякие нажимали, я тут боль почувствовал в груди и упал, так они мне инфаркт сделали. Фактически, с точки зрения обывателя, наверное, мало чем отличается предыдущая и текущая ситуация. Тем не менее, эти изменения, эти мысли, которые у него вошли, во-первых, они соотносятся всегда с другими симптомами, которые у него, разумеется, присутствовали, во-вторых, они имеют болезненную основу в причине своих проявлений и не свойственны данной культуральной среде. То есть не так много людей считают, что с помощью компьютеров можно сделать инфаркт. Движемся дальше. Еще один пример. Женщина 45 лет, ее дочь в 17 лет поехала в Москву на концерт. Достаточно типичная ситуация для нашей отечественной культуры. Я не спала всю ночь, мысленно я сопровождал поезд, я заглядывал в каждый вагон, я прокручивал в голове все возможные ситуации. Поезд сошел с рельсов, она вышла на станцию, не успела вернуться, солдаты или уголовники пристали, ей стало плохо, а медика рядом не было. И женщина не спала всю ночь, ее тревожило до того момента, пока дочка ей не позвонила и не успокоила. Что это? Это проявление бреда. А что она могла сделать, сидя здесь, в комнате? Она же не поехала вместе с ней, она не погналась на ней за этим поездом, ни на чем. Фактически она травмировала саму себя. Но это все происходит из-за иррациональности, из-за иррациональности ее мышления, что вот такими продуманными ситуациями она реально могла в тот момент что-то изменить. Идем дальше. Ну или вот такой пример. Мужчина 72 года, жена изменяет мне. Сам я, конечно, не видел, но это же очевидно. Она выбрасывает мусор, но я-то знаю, что она там у помойки с любовниками встречается. Мне говорит, что в магазин идет, а приходит домой летом потная. Женя 67 лет страдает теоретостикозом, ситром, который является гипергидроз, повышенная потливость. Само по себе это можно расценить как проявление иррациональности. И по идее, если пациенту показать, из-за чего это все происходит, наверное, он мог бы это принять. Но, к сожалению, он не принял. В структуре его мышления даже указания на эти факты никак не влияли на конечность его суждений. Движемся дальше. Ну, посмотрим, чем немножко, чем отличаются иллюзии галлюцинации. Ну, достаточно типичный пример. То есть какая из них больше? Они одинаковые, конечно, вы все это знаете. Идем дальше. Тот же самый вопрос, где больше, да, то есть вот этот или вот этот, они тоже оказываются одинаковые. Ну, и более, наверное, распространенный пример, какого цвета. Из чего происходят нарушения, то есть обманы восприятия. И люди это тоже обманы восприятия, но они происходят в силу несовершенства некоторых механизмов и законов работы этого самого восприятия. Что же такое галлюцинация? Галлюцинация это такие состояния, психические, когда искажается восприятие окружающего мира, при этом никаких реальных предпосылок для этого не существует. Вот, например, есть истинные галлюцинации. Это вот картинка. Истинные галлюцинации, так же, как эти белки, они проецируются в реальность. Ну, и второй. И псевдогаллюцинация тоже. Они присутствуют, но присутствуют только внутри головы. То есть пациент будет говорить о том, что я вижу демона с закрытыми глазами, как говорил мой первый пациент на четвертом курсе, или он будет говорить о том, что я слышу голос только внутри головы. И вот поэтому, когда к врачу-психиатру можно следующий. То есть разговор на медицинском осмотре с врачом-психиатром. Первый вопрос от врача-психиатра. Врач, слышите ли вы голоса? Здесь в кавычках. То есть мы используем более понятный термин. Голоса достаточно известное культуральное явление, вышедшее из психиатрии. Ответ. Пациент. Да, периодически. Можно дальше. Врач. Мужские или женские? Пациент. Когда, как? Бывает, что эти и другие. Идём дальше. Врач. Они раздаются внутри головы или исходят откуда-то снаружи? Это важный момент в дифференциации истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. И почему это с другой стороны важно? Потому что истинных галлюцинаций больше характерны для органических психозов, а псевдогаллюцинации более характерны для шизофрении. Идём дальше. Пациент снаружи. Движёмся дальше. Врач. А сейчас вы слышите какой-нибудь голос? Да. Чей? Ну, ответ очевиден, да? То есть неправильно заданные вопросы, которые вели к постановке психиатрического диагноза в данном консекте, то есть привели к вполне логичному завершению. Идём дальше. Вот сейчас мне нужны снова котики. Так. Вы здесь, да? Да-да-да. Ага. Здесь мне хотелось бы, чтобы вы попытались обосновать… У нас получилось, да, с обоснованием? Минутку. Окей, минутка. Значит, поставлю вам задачу. То есть вам нужно будет… Сейчас там снова будут те же самые картинки, но, разумеется, только те, которые вы оставили. Ваша задача максимально подробно и чётко объяснить свой выбор, который вы делали. Хорошо? Поясните, почему вы его выбрали? А ту картинку вторую можно, чтобы я поняла? Нет, мы же её удалили. Ну, потому что, во-первых, до солнца, такой теплота, радость, и он такой ближе был. Тот, по-моему, был подальше. Тот был подальше. Понятно. Спасибо. Дальше. Здесь тоже не ваш или ваш? Ваш? Нет, не ваш. И всё. Спасибо. Можем ли мы посмотреть правильные ответы, то есть вспомнил ли пациент… Извините, оговорился. Привычка. Знаете, я пока здесь сидел, посчитал, что я за прошлый год провел 211 дней в психиатрической больнице, и сегодня тоже. Так что определённый отпечаток на мою речь накладывает. Разумеется, это был ваш. Дальше. Дальше. Тоже. Вот это был ваш. Дальше. И это был ваш. И это был ваш. И этот. А теперь, пожалуйста, к моей презентации. На самом деле вы относитесь к 30% людей, которые смогли… Нет, к 70% людей, которые, в общем-то, не попались. Дело в том, что есть понятие ложные воспоминания или внедрённые воспоминания. Исследованиями этих воспоминаний начала заниматься в 70-х годах Элизабет Лофтус, и она показала, что очевидцы, когда они рассматривают, например, картинки из АТП, далеко не всегда очень точно описывают, что происходит. И если правильно задавать наводящие вопросы, то, в общем-то, будет происходить некое искажение тех воспоминаний, которые у них происходят. И одним из методов проверки возможности внедрить ложные воспоминания как раз-таки являются вот такие… Дальше, дальше. Как раз-таки являются такие эксперименты, когда показывают, дают возможность сделать выбор, например, между лицами людей. Здесь я выбрал котиков, и в этом во многом была моя ошибка, но мне просто хотелось котиков показать. Как правило, там выбирается что-то более нейтральное, и потом просят людей дать обоснование своего выбора, зачем вы это делали. Можно как раз. И просят людей объяснить, зачем они это делали. И многие люди начинали придумывать, из-за чего это происходит. Из-за универсального нашего механизма создания непрерывной реальности. Мы пытаемся восполнить, сделать нашу жизнь достаточно непрерывной, чтобы сохранить, например, ядро нашей личности. В том числе и так работает наша память. И точно так же она работает в ситуациях, когда память уже начинает подводить. Например, есть парамнезия, это симптомы птедореминесценции, конфабуляции, когда утраченные воспоминания начинают замещаться. Замещаться либо событиями, которые были, но в другом промежутке времени, либо какими-то вымешанными событиями. И вопрос, который ставит Лофтус, и для меня, который у психиатра, ставит наличие парамнезии, а насколько вообще нашей памяти можно доверять и насколько этим воспоминаниям можно доверять. Вот как раз-таки Элизабет Лофтус одним из экспериментов, она показывала видеоролики с Баксом Банни и Диснейлендом. И потом задала вопрос, а встречали ли они когда-нибудь людей, которые ездили в Диснейленд, встречали ли они когда-нибудь там, собственно говоря, этого кролика? И многие утверждали, что они даже держали его за лапу. Если вы знаете, Бакс Банни, он относится к Warner Brothers, а не к студии Диснея. Многие люди даже вспоминали, казалось бы, и наполняли это воспоминание деталями, событиями, переживаниями. Значит, наши воспоминания, они склонны к тому, чтобы их выдергивать и наполнять, создавая непрерывность нашего сознания. Идем дальше. Ну, или иллюзия. Ну, последний, наверное, вопрос, один из последних, которых я сегодня освещу, и он один из наиболее сложных. А где грань между эмоциями или синдромом? Можно дальше? Значит, переживания с пониженным настроением. Вот их общее описание, которое я взял из книги Вадима Давыдовича. Значит, это эмоциональная фиксация на прошлом, тягостное переживание безвозвратности утраченного, угнетенность и торможенность. И есть еще понятие ангидонии, то есть невозможности получения удовольствия и радости. И вот если рассмотреть с позиции этих критериев, то печаль и депрессия, депрессивный синдром, они будут очень близки, потому что и в том, и в другом случае есть болезненные воспоминания, есть переживания, внутренние переживания, которые мы склонны идентифицировать в спектре грусти, печали, горя в зависимости от спектра. И где же та граница, которую проводят психиатры между депрессией и простыми переживаниями простой печали, так же, как между тревогой и тревожным синдромом? Во многом граница проводится там, где есть критика, есть адекватность. Например, если случилось какое-то горе, это вполне нормально переживать по этому поводу, это вполне нормально горевать, испытывать острое чувство тоски. Но вопрос в том, насколько в последующем это становится функциональным, насколько это не становится самобытным в душе человека, это слово я взял в кавычки, честно говоря, нискорненькое употребление, и насколько это в последующем меняет жизнь человека, само эмоциональное состояние. И здесь уже мы будем подходить с позиции расстройства. Ну и последнее, что у меня здесь есть, это вот такое утверждение. Если у вас паранойя, это совсем не значит, что за вами не следят. Здесь я хотел бы привести клинический пример, ко мне поступает пациент, ему чуть за 60 лет, он одинокий живет, без близких родственников, живет один, и поступает он почему? Соседи, имея с ним определенный конфликт, вызывают этот конфликт, то, что постоянно исходит некий запах white spirit, это такой растворитель, и ничего не меняется. То есть они постоянно дышат этим запахом, а пациент, который поступил, соответственно, продолжает им пользоваться. Значит, они вызывают участкового полицейского, чтобы тот к нему пришел. И я опрашиваю, чтобы собрать объективный анамнез, стараюсь опрашивать, собственно говоря, тех соседей, которые писали это заявление, и они говорят, что вот там приходил участковый. Дальше я разговариваю с пациентом. Что, собственно говоря, происходило? Он говорит, вы знаете, доктор, за мной следят. Это, скорее всего, соседи сверху. Они мне вредят уже много лет. И, похоже, они решили перейти от просто каких-то вредностей, они перешли к активным действиям. Они стучатся мне в дверь. Ну, я, честно говоря, сразу подходить боюсь. У меня скрипучие половицы, и я боюсь выдать свое присутствие. Вдруг они дверь выломают, да? Потом я подхожу, смотрю, там на лестнице никого нет. Однажды они вырубили мне свет в комнате. И я опять-таки побоялся. Наверняка они меня выкурить хотят. Я живу один, мне страшно. Я тоже не подошел. Потом я, конечно, вышел, включил в щиток, провода обратно вставил. И совсем чудовищный случай. Я как-то возвращаюсь домой. А, вернее, я сижу дома. Опять-таки стук в дверь. Я подхожу на цыпочках глазку, смотрю, а там темно. Но я испугался, отошел, проверил все ли замки на месте. И прихожу, через некоторое время открываю дверь, смотрю, а на глазке там жвачка налеплена. Я спрашиваю, а вайсперед, ну, знаете, если честно, у меня очень старая квартира, я решил наконец-то сделать ремонт. и краска масляная, очень тяжело оттирается, поэтому мне приходится использовать вайсперед. И из-за этого с соседями конфликтуют и не понимают меня. Я говорю, хорошо. Звоню снова соседям и пытаюсь опросить их, а что же там происходило. Значит, приходит участковый, стучит ему в дверь. Дверь ему не открывает. Честковый думает, ну, надо как-то активизировать его и заставить выйти из дома. Решает вырубить у него из щитка проводочки. Ему снова не открывают. Может, он уехал или что-то случилось с ним. Ну, как я проверю? Я на глазок прилеплю, видное место, жвачку. Если он уехал, то, наверное, никто и не отлепит. Вот. В итоге этот пациент, вызывает участкового полицейского ради того, чтобы тот помог ему избавиться от преследователей, участковый полицейский вызывает психиатрическую бригаду и его везут к нам в больницу. Так почему же вот эта вот фраза? Дело в том, что вот как раз-таки вот это у него все равно было, несмотря на все реалистичность происходящего. Просто это проявлялось в другом, не в том, что стало, скажем так, поводом для его госпитализации. Я детали не буду раскрывать, но, тем не менее, психическое расстройство у него было, и оно было вот паранояльного спектра. И таким образом, что я хочу сказать. Значит, грань между психологией и психиатрией, она очень тонка. Грань между неврологией и психиатрией, она очень тонка. И даже несмотря на то, что у пациентов есть психическое заболевание, даже несмотря на то, что они больны, тем не менее, это кроме, если убрать болезнь, то есть в целом, это вполне нормальные, обычные люди. И проблемы, с которыми они сталкиваются, они тоже вполне нормальные и обычные, и какого-то отчуждения, боязни, страха по отношению к ним. Ну, наверное, они настолько этого не заслужили. Наверное, это все. Спасибо вам за внимание. Кстати говоря, на предыдущей лекции, где я также выступал, эксперимент с котиками удался. Там реально обосновывали не тех котиков. Да? Ну, вот сегодня из лекций мы узнали, что психиатр не занимаются здоровыми людьми. Насколько психологи занимаются здоровыми людьми. Вот, да? Насколько вот там то, что люди мыслят стереотипами, то, что они зачастую ошибаются, конформизм заставляет действовать под магией толпы. Вот где вот здесь вот грань? Ну, грубо говоря, там в СС служить в концлагерях не отбирали специально, набирали просто обычных призывников, они приходили и детей отправляли в газовые камеры, потому что считали, что, наверное, так нужно, не обладая никакими психическими расстройствами. и вот это вот как изучается, изучается ли это? Ну, если первый вопрос, насколько работают психологи, но в зависимости от такса, наверное, которую они выставляют, настолько они работают и насколько у вас деньги позволят. Ну, на самом деле, задачи у психологов и психотерапевтов с точки зрения психологической, то есть задач достаточно много, и в том числе там по улучшению там качества жизни, каких-то личностных изменений, личностного роста, отчасти поведенческих вещей, которые можно изменить. Врачи-психотерапевты во многом случае тоже будут оказывать свою помощь психотерапевтическую особыми методами, то есть это не просто беседа, то есть есть свои методики разработанные, модели того, как нужно работать и с пациентами, и с клиентами, и у психотерапевтов, и у психологов. Ну, если третий вопрос, вот буквально недавно воспроизвели очередной раз эксперимент Милграма, знает кто-нибудь про него? Эксперимент Милграма, значит, после Второй мировой войны экспериментатор решил проверить, то есть неужели это вот те люди, которые жили в Германии тогда, они были настолько чудовищны в своих поступках, может быть, это было расстройство психическое, может быть, это была часть их культуры, и, наверное, они чем-то отличаются от такого свободолюбивого народа, как народ США, как он считал. И он провел эксперимент, в котором людям, испытуемым, предлагалось давать электрический разряд за неправильные ответы, и люди доходили до конца, буквально до максимальной точки, когда уже переставал подавать актер признаки жизни, они все равно нажимали на кнопку и якобы давали смертельные разряды. Что это? То есть, оно, понятное дело, что это было связано во многом с явлением конформизма, и психиатры должны этим заниматься. Должны ли этим заниматься психологи? Наверное, это вопрос общественный, может быть, это вопрос воспитания общественной морали, но не как то вещи, на которые могут повлиять психологи и психиатры. Наша задача это как психиатров помочь с его заболеванием, а как психологам помочь ему достичь тех целей, которые он ставит между нами, между психологом и самим клиентом, достичь тех целей, которые он ставит перед нашими сессиями. Это же граница адекватности, кто ее не определяет как не вы. Вот то, что он называет мораль, это адекватность, ты вот человека мучаешь, а вот кто уже его мучает, кто вот, если не религия, допустим, кто-то уже про религию говорил, в негативном контексте, тогда как не вы, не ученые. Расскажите нам, людям, где эта адекватность, она за больших критерий, и вы выводили адекватность. Адекватность это соответствие той ситуации, в которой он находится, соответствие тем целям, задачам, которые он ставит, насколько это все функционально и работает внутри этого. Это задача бить током, я бью, это твоя ответственность как экспериментатора, мне сказал бить, я бью, я адекватен в этот момент. тем не менее, 70% человек доходили до конца, но 30 человек не доходили до конца. О чем этот эксперимент? Он о том, что люди неправильны, или он о закономерностях работы нашей психики, которые эволюционно в том числе формировались. и конформизм как явление, оно на самом деле эволюционно обусловлено, потому что мы социальные существа, социальные животные. Но что этому можно противопоставить? И это не область психиатрии, это не область психологии, да? Наверное, во многом, что поможет в данном случае, это развитие критического мышления, борьба с той иррациональностью, которая существует, но это борьба, которая может происходить только на уровне самой личности, самого личного выбора человека. Развитие критического мышления и во многом открытости к тем позициям, которые могут быть альтернативны его точки зрения. Спасибо.